МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Уикенд-навигатор, в которой мы традиционно рассказываем вам, как весело и интересно провести выходные. Впереди три выходных дня, а значит, будет много интересных мероприятий. Доставайте ручки, карандаши и записывайте. Третьего числа в Манеже ИГУ пройдут соревнования по спринтерскому и барьерному двоеборьям, начало в 15.30. Четвертого числа в городе состоятся традиционные краеведческие ориентирования. Начнутся одни в 11.00 в парке имени Степаново. Еще одно ориентирование состоится уже пятого числа в поселке Совхозный. Организаторы обещают много участников, а также интересный маршрут «Кроссвыбор». Он называется. Кому хочется провести выходные в тепле, продолжайте смотреть нашу передачу и дальше. Мы расскажем, что интересного будет проходить в выходные. Лучший способ борьбы с осенней хандрой – выпить горячий кофе и погладить мурчало теплого кота. Такую возможность предлагают организаторы Кота-кафе «Кэт Джой». Заведение этого формата открылось в городе впервые. Посетители платят не за съеденное или выпитое, а за проведенное здесь время. В символическую сумму входит чай-кофе и печенюшки. Ну и, конечно, общение с местными хвостатыми обитателями. В антикафе живут пять взрослых котов и два малыша-котенка. Мы взяли пять котиков из приюта «Майский день». Мы пришли, нас очень вежливо встретили. Еще, не говоря о нашей задумке, нам уже показывали дружелюбных, хороших котов. Все они здоровые, привитые у нас, безусловно. Безусловно, если один у нас котик уедет домой в добрые руки, мы обязательно повесим его на стенд, его фотографию, скажем, что он нашел свой дом и возьмем нового котика из «Майского дня» в приюта. В «Кэт Джой» можно поиграть в настольные игры или приставку, а еще посидеть и пообщаться в уютной обстановке. Котики не дадут соскучиться, снимут любое напряжение и стресс. Забрать домой шерстяного пранеру можно совершенно бесплатно. Формат антикафе мне знаком. Я знаю, что он зародился в Японии в основном. Мне всегда хотелось посмотреть, как он выглядит у нас, в России. Много слышали, что были в разных городах, Ярославль, Москва, а у нас никогда не было. И это шикарно, что у нас тоже открылось такое. В воскресенье 4 ноября маленьких ивановцев и их заботливых родителей приглашают артисты театра «Кукол». Они подготовили премьеру – сказку по мотивам произведений Самуила Маршака «Теремок». Это знакомый всем сюжет, яркие костюмы, ну и, конечно, прекрасная актерская игра. В воскресенье пройдет сразу две постановки – в 11.00 и в 13.00. Билеты можно купить в кассе Ивановского театра «Кукол». Понравится этот спектакль маленьким зрителям от 3 до 8 лет. В этом году традиционную акцию «Ночь искусств» в музее Бурылина решили сделать необычной и яркой. Более чем обычно удивлять зрителей, организаторы планируют два дня – 3 и 4 ноября. И хотим показать музей с непривычной, может быть, стороны. В этом году, 3 ноября, я думаю, у нас это получится. В этом году у нас будет проведена экскурсия музея «Ночной формат». И все ее посетители, счастливые обладатели билетов, смогут увидеть музей в полумраке, в полутьме, узнать какие-то необычные, таинственные, даже пугающие истории, возможно, связанные не только с экспонатами, но и с секретными даже какими-то уголками нашего музейного здания. 4 ноября в 2 часа дня в Музее промышленности и искусства на Батуре на 6-40 планируется экскурсия по выставке оружейной истории «Запад и Восток». Зрители смогут увидеть оружие, которое было собрано Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным, которое ранее не восставлялось, сохранилось в фондах, а также предметы из собрания Ярославского музея-заповедника. Фамилия Запашный в анонсе циркового шоу всегда залог качества, гарант того, что будет весело, занимательно и не раз придется удивиться. Программа «Морица» и «Дана Запашных» не исключение. За 2,5 часа представления зрители испытают всю гамму чувств и эмоций. Меня впечатлило очень, как девушка с вручами была и как девочки на канате были. Ну, мне понравились обезьянки и собачки. Мне больше понравились две тетеньки, которые поднимались наверх и крутились, и тетенька и зятенька, которые поднимались и крутились по канату ходили. Как они там наверх поперекучились. Ну, мне все понравилось. В представлении вы увидите кавказских овчарок, которые демонстрируют удивительные трюки, чудеса послушания своей хозяйки Морицы Запашной. Развлекать зрителей будет клоун, гость из солнечной Италии. Ну и, конечно, вас ждет номер, который никого не оставит равнодушным. «Дан Запашный» и две его помощницы, шимпанзе Мальта и Бонни, покажут акробатические трюки. Мы стараемся каждый раз работать со всей ответственностью, и независимо от того, какой город и какая публика, мы максимально выкладываемся. И, конечно, приезжая в города, где мы уже были, это особенно важно, потому что стараемся оправдать ожидания зрителей, которые есть, и даже сделать лучше. Мы стараемся каждый раз по приезду вновь в определенный город изменить представление, добавить какие-то трюки, изменить костюмы, звуковое сопровождение. Но мы здесь были 4 года назад, и за это время где-то процентов на 40 представление изменилось. 5 ноября отмечается в России День военного разведчика, и поэтому мы решили к этому мероприятию подготовить игру, игру рейдовую для профессиональных игроков, которая бы отражала максимальные действия разведгрупп в реальности и групп охраны. Значит, игра пройдет 4 ноября, старт игры в 9 утра, проходить будет в Фейковском районе. Игра включает в себя две стороны. Одна сторона – это сторона разведки. Значит, за эту сторону будут играть действующие офицеры разведки, плюс часть игроков – это профессиональные игроки Лазертага. Это будет настоящий полигон боевых действий. Я буду командовать стороной обороны, соответственно, и все действия будут согласованы руководящим документам боевой подготовки воинских частей. Соответственно, будет организована охрана объектов по всей строгости. Руководством моей части были выданы несколько единиц боевой техники, дабы для антуража данного мероприятия, чтобы люди действительно прочувствовали, что это такое, когда охраняешь и, соответственно, делаешь разведанные мероприятия. Со 2 по 5 ноября в Центре культуры и отдыха проходит фестиваль-конкурс «Самоцветы России». Самые яркие мастер-классы и гала-концерт будут проходить в грядущие выходные. Это мероприятие обязательно к посещению. 4 ноября «Ночь искусств» традиционно продолжается в библиотеке имени Горелина. Там будут конкурсы, мастер-классы и даже спектакль. Начало в 18.00, а 5-го числа в течение всего дня в спортивном комплексе «Форвард» будут проходить соревнования по танцевальному спорту. Они начнутся в 9.00, но самые зрелищные выступления будут проходить примерно в 15-16 часов с вечера. Обязательно приходите. Грядущие выходные обещают быть насыщенными. Следите за городской повесткой и отдыхайте в полный рост. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова